Привет-привет, мои храбрые партняшки! Я знаю, что в преддверии Нового года происходит какое-то фатиновое безумие. И сегодня я вам хочу показать 4 способа, как сделать сборку на фатине. Первый способ это при помощи двух строчек, которые прокладываются параллельно друг к другу и параллельно краю ткань. Ширина стежка в этом способе максимальная. Обычно я прокладываю первую строчку на расстоянии 7 мм от края, а вторую строчку на ширину лапки от первой строчки. Затем просто беру две верхние или две нижние нити и начинаю их одновременно тянуть, вытягивая, тем самым получаем сборку. Густоту сборки уже регулируете сами. Побольше вытяните нитку, будет погуще сборка, поменьше вытяните, будет реже сборка. Второй способ при помощи нитки резинки. Этот способ я узнала, лишь работая в ателье от своей сотрудницы. Мы берем обычную нитку резинку и наматываем ее на шпульку. Причем таки сильно нашу резиночку не растягиваем. Затем вставляем шпульку в шпульный колпачок и при помощи винтика на шпульном колпачке мы регулируем густоту сборки. Чем больше мы затужим наш болтик, тем будет гуще сборка, чем больше ослабим, тем будет реже сборка. И сборку делаем при помощи двух параллельных строчек, обычной прямой строчкой, а верхнюю нить мы расслабляем. И получается у нас вот такой кусочек, который тянется. При желании можно будет потянуть за нитку резинку, сделать сборку еще более густой. Либо наоборот ее немножечко ослабить. И третий способ и самый мой любимый. При помощи толстой булавки или толстой иглы. Этой самой булавкой или иглой мы закладываем складочки. Чем гуще будете закладывать складочки, тем гуще будет ваша сборка. Ширину стежка я обычно устанавливаю обычную, ну максимум 3 мм. Строчу обычной прямой строчкой на расстоянии 1 см от края. И вот получается такой кусочек. И при желании, если вам будет не хватать этой сборки, вы можете потянуть за одну из ниточек и сделать вашу сборку более густой. Повторюсь, это мой самый любимый метод. А этим способом я настрачиваю кучу-кучу полосочек, которые друг к другу потом просто пристрачиваю. Обычной прямой строчкой. И четвертый способ. На самом деле я поэкспериментировала сегодня вместе с вами. Делается этот способ при помощи специальной лапки. Плюс этого способа, что вы сразу стачиваете верхний ярус и нижний ярус. Причем таки одновременно нижний ярус собирается. Но минус этого способа, то что нужно приспособиться к этой лапке. Потому что у меня не очень хорошо получилось. Просто вставляется вниз та ткань, которая будет собираться. А в щели в лапке вставляется ткань верхнего яруса, которой собираться не будет. И прокладывается обычная прямая строчка. Верхняя нитка немножечко затягивается. Ширину стежка мы устанавливаем минимум 3 мм. А наша игла должна находиться по центру. Затем строчим обычной прямой строчкой. Но нужно немножечко приноровиться к этой лапке на самом деле. Что, мои храбрые партняшки? Вы теперь имеете минимум четырьмя способами собирать фатин. Этими же способами можно собирать не только фатин, но и какие-то легкие струящиеся ткани. Я надеюсь, видео это вам было полезно. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok